Здравствуйте, это ЕТВ телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн» и я кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как сохранять здоровье, оставаться молодыми, здоровыми, привлекательными, активными в любом возрасте. Сегодня у нас в гостях два доктора, два профессионала, которые занимаются такой сложной системой, системой гемостаза, о том, что это такое, о том, как это может повлиять на наше здоровье, расскажет врач-гемостазиолог, старший врач гемостазиологической бригады скорой помощи Анатолий Юрьевич Бражников. Здравствуйте. Здравствуйте. И заведующая лабораторией гемостаз и генетика Марина Александровна Бубенщикова. Здравствуйте. Приятно вас у нас видеть и надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет очень приятным, но и самое главное, полезным для нас и для наших, конечно же, зрителей. Давайте начнём, наверное, с того, что такое система гемостаза, что это такое, почему так важно знать о её состоянии, на что это может повлиять. Наверное, начнёте вы как клиницист. Хорошо. Система гемостаза – это очень древняя, очень важная для организма система, которая формировалась из незапамятных времён. Как только формирующиеся организмы решили отгородиться от внешнего мира какой-то мембраной, у них стало две больших задачи перед ними. Первое – это сохранить свою внутреннюю среду от истечения при каком-то ранении. И второе – противоборствовать бактериям и вирусам. Сегодня мы говорим про систему гемостаза, и уже у нас, у людей, она представлена собой сложной многокомпонентной системой, которая выполняет две важных задачи. Первое – это в нужное время защитить организм от кровотечения, то есть сформировав тромбы в нужном месте в нужное время. И второе, вторая, казалось бы, полярная задача – это сохранить агрегатное состояние крови, для того чтобы жидкая кровь свободно текла по нашим сосудам. Вот такие две полярные задачи решает эта многокомпонентная, очень интересная система гемостаза. Анатолий Юрьевич, а если сказать попроще, вообще гемостаз – это система, которая контролирует функции нашей крови? – Контролирует агрегатное состояние нашей крови. – Состояние крови, чтобы она не свёртывалась или, наоборот, была достаточно жидкая. И как это может повлиять на наше здоровье? – Чтобы она в нужный момент свернулась, сформировала тромб и остановила кровотечение. При порезах, скажем, при каких-то травмах. И чтобы в обычной жизни кровь не сворачивалась, эта система разбита на несколько подсистем. И противосвёртывающая система, которая входит в эту большую систему, защищает нас от тромбозов в ненужное время, в ненужное время. Скажем, тромбоэмболии, тромбозы глубоких вен или инфаркт миокарда. – Скажите, пожалуйста, вот к нам на сайт приходят вопросы. И уже сейчас сразу же поступил вопрос от Светланы. Можно я немножечко буду задавать вопросы, которые приходят сразу так в режиме онлайн к нам. Чем грозит плохая свёртываемость крови? Есть ли какие-то ограничения, чем нельзя заниматься? – Первое. Должны чётко разграничить. Есть норма коагуляции, есть гиперкоагуляции, когда кровь способна быстро сворачиваться. И есть гипокоагуляция, сниженная свёртываемость крови. При гиперкоагуляции это грозит тромбозами, тромбоэмболиями и другими проблемами неврологического, кардиологического, хирургического характера. А сниженная свёртываемость крови грозит кровотечением. – Понятно. Я хочу обратиться к нашим телезрителям. Используйте уникальную возможность. Вы можете как задать вопрос, позвонив нам прямо в прямой эфир. Телефон прямого эфира 376-45-88. А также можете оставить свои комментарии на сайте ekburg.tv. Давайте продолжим тогда. Следующий вопрос будет такой. А как можно определить наличие нарушений в системе гемостаза? Есть ли какие-то, может быть, анализы или куда обращаться? Каким специалистом? Специалист есть. Это клинический гемостазиолог. Такой профессии нет в номенклатуре наших медицинских профессий. Но, тем не менее, клинический гемостазиолог – это достаточно сложная смежная специальность, которыми занимаются специалисты многих специальностей. То есть, может быть, терапевты, может быть, хирурги, может быть, реаниматологи. То есть, система гемостаза – это смежная специальность, которой должны заниматься все. И нарушение в системе гемостаза начинается с жалоб. Конечно же, начинается с жалоб, которые должны быть рассказаны доктору. А доктор уже определит, что это за жалобы. Или это гиперкоагуляции, или это тромбозы. И нужно совершенно чётко осознавать, что это состояние не терпит отлагательств. И надо после правильной диагностики и правильной постановки диагноза назначать лечение. И второе. Если, наоборот, кровотечение беспокоит человека многие годы, носовые, менструальные кровотечения и так далее, это тоже наша проблема. Проблема гемостазиологии. И мы тоже после правильной постановки диагноза, после лабораторной диагностики уже начинаем помогать медикаментозно. Вопрос на сайте также от Анны. В домашних условиях можно понять, плохая у тебя свёртываемость крови или нет? Без обращения к врачу можно это сделать? Конечно. Конечно можно. Опять-таки жалобы формирует же не врач, а наш пациент. Если у человека уже есть жалобы, скажем, жалобы на какую-то повышенную свёртываемость, это, скажем, самое распространённое тромбоз глубоких вен или поверхностных вен, нижних конечностей. Посмотреть, есть ли варикоз, есть ли какие-то расширенные вены, есть ли ноги устают, есть ли отёк, есть ли боли, конечно же, это уже надо идти к специалистам. И наоборот, если есть кровотечения, особенно носовые кровотечения, непонятно откуда, без видимых травм, появляющиеся синяки, десневые кровотечения, вкус крови по утрам во рту, или повышенная кровоточивость после чистки зубов, или менструальные кровотечения. Вот это всё наши задачи. Это то, что пациент может уже дома понять, что нужно идти к специалисту. Урина Александровна, следующий вопрос к Вам. А существуют ли какие-то современные методы диагностики вот этих вот нарушений? Да, конечно, существуют. На сегодняшний день рынок медицинского оборудования представлен очень большим количеством анализаторов, которые помогают нам, лаборантам, исследовать функцию свёртывания крови в организме. Но вот как выбрать правильные анализаторы? Как быть врачу и клиницисту, и лаборанту, работая вместе? То есть они шагают рядом рука об руку. Если раньше у нас как было, вот, наверное, несколько лет назад ещё, да, может, у кого-то осталось такое представление, что такое лаборатория? Приносят проверку, приносят направление, написано сделать то-то. Лаборант берёт, делает то-то, ставит цифру, расписывается, выдаёт. Всё. На сегодня это несовременная лаборатория. И в нашем городе есть такие лаборатории, и их не так уж и мало, в которых и клиницист, вот врач-гемостазиолог в данном случае, потому что о гемостазиологической лаборатории мы говорим, и врач-лаборант, который на сегодня должен знать не меньше клиники, хотя он лаборант врача-гемостазиолога. То есть порой бывает так, что врач-лаборант, видя симптомы, описанные в направлении на данного пациента, он может порекомендовать врачу-клиницисту сделать такой-то, такой-то анализ. И на современном оборудовании, получив какие-то анализы, врач-лаборант может порекомендовать, опять же, гемостазиологу. А давайте вот это ещё посмотрим. А как вот это действует? Анатолий Юрьевич говорил уже о том, что существует много звеньев в системе гемостаза. Но я назову только основные, ну так очень грубо. Это звено тромбоцитарное на уровне тромбоцитов клеток крови, сосудистые, как реагирует сосудистая клетка, и фибринолитическое звено. Это как на сгусток крови, затем растворяется, лизируется. И вот первое требование к оборудованию современному гемостазиологическому, это оборудование должно быть вкупе, всё вместе, в совокупности, давать врачу, лаборанту и клиницисту полное представление о том, как работает у данного пациента система гемостаза. Значит, есть такое оборудование. Это коагулометры, их очень много. К сожалению, зачастую используют коагулометры не наши, а зарубежные. Значит, есть агрегометры, импедансные агрегометры. В чём заключается смысл работы импедансного агрегометра, в отличие от других агрегометров? Они проводят исследования агрегации тромбоцитов между двумя электродами. То есть там используется электрическое поле. Это очень точные приборы. Ну и, конечно, наша диагностика должна быть обязательно самой точной, самой эффективной. И что немаловажно, как сказал Анатолий Юрьевич, ведь в основном к нам обращаются пациенты с нарушением гемостаза. Это такие случаи, какие это сосудистые катастрофы у людей. Тромбоз, где надо помочь очень срочно врачу. Принять решение, какие препараты назначить. Значит, либо это инфаркты, либо инсульты. А какой инсульт? Геморрагический, где кровь уже получилась, кровотечение, или тромботический, там, где у нас идёт тромб, и его надо растворить. То есть тут совершенно другое будет лечение. Поэтому функции врача-лаборанта – это тоже очень ответственное дело. И у нас есть такие приборы, на которых мы работаем на сегодня. И, конечно, говоря о системе гемостаза, нельзя сказать, что в лаборатории, надо сказать, что в лаборатории обязательно нужны при обследовании системы свертывания крови ещё и генетические исследования. В нашем организме существуют такие гены, которые называют тромбофильно значимыми. То есть определив нарушения в этих генах, мы можем заранее предупредить какие-то вот фатальные такие нарушения, заболевания. То есть пациенту как понять, в какую лабораторию обратиться? Он должен узнать, какое вот именно импедансное, Вы сказали, оборудование, или каким образом вот ему понять, куда обратить? Ну, к сожалению, то, что я сказала об агрегометре вот этом импедансном, на сегодня он у нас в городе один. Есть такие лаборатории, то есть, ну, это можно посмотреть на сайтах. Сейчас все, по-моему, медицинские компании, и частные медицинские компании, и муниципальные, имеют свои сайты, где можно всё это посмотреть. Можно задать онлайн какой-то вопрос врачам. То есть выбрать можно всегда. Скажите, пожалуйста, а врач-лаборант, он прямо наглядно может увидеть вот состояние системы свёртываемости? Да, к сожалению, у нас ограничены эфиры, и у меня нет возможности показать. Но как это получается? Вот один из приборов, допустим, РОТЭМ у нас называется, это тромбоэластометрия, очень интересный прибор, анализатор автоматический. Значит, там что получается? На компьютере мы видим прямо картинку. То есть мы берём цельную кровь, с определёнными реагентами её смешиваем, и весь этот анализ проходит порядка 30 минут. И мы видим картинку конкретную, где у нас идёт гиперкоагуляция, возможно, образование тромбов, где идёт, наоборот, такая картинка, которая говорит о том, что повышен фибринолиз, возможно, кровотечение. И уже врач-лаборант, говоря клиницисту, клиницист принимает все меры, необходимые именно для данного пациента. Всё это очень индивидуально. То есть вот эта вот такая взаимосвязь, вот это, я считаю, и есть в современной лаборатории. Так должно быть. Вы знаете, на сайт стало приходить очень много вопросов, поэтому вот я бы их как-то задавала, а Вы бы кратко отвечали, хорошо? Вопрос от Елены. А какие-то продукты помогают при как-то влиять на систему свёртывания крови свёклы или брусника? Есть такое мнение? Нет таких исследований доказанных? Конечно, минимально. Что-то помогает, но... Ну, таких исследований нет достоверных. Нет, исследований есть, но, скажем, чтобы серьёзное влияние на свёртывающую систему продукты. Надо, первое, водный баланс. Водный баланс поддерживать. То есть не помнить, что мы, в общем-то, состоим из воды, как огурец, на 90%, и что нужно периодически пить воду, а не 200-300 граммов в день. Вот это основное, я считаю.